Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня я даже не буду упоминать о домовенке Кузе, потому что Марина Вишневецкая, она гениальный поэт. И позволю-ка я себе раз в жизни удовольствие просто цитировать в течение всего своего видеорассказа, ничего не описывая, ничего не объясняя, потому что если кому кажется, что такие короткие стишки для детей легко складываются, и написать их не составит труда, а прелесть их, ну она собственно вообще доступна, каждый может попробовать свои силы, то друзья мои, вы сильно ошибетесь, потому что я сам этим точно так же пытаюсь заниматься. Время от времени я не удерживаюсь и начинаю записывать какой-нибудь дребедень. И этот дребедень кажется мне стихами для детей. Но, как говорил в маршах всего Советского Союза, да, писать для детей надо точно так же, как для взрослых, но только лучше. И вот это лучше, это совершенно неопределимо, совершенно неописуемо. Марина Вишневецкая вот в этой очень красивой, очень яркой, очень сочной книжке «Кто такие сутки?» это прежде всего великолепный поэт. Спасибо Любе Березиной за иллюстрации, которые здорово украсили сюжеты ее книги. А все ее стихи даже двустишие, они не исключительно сюжетные. Там всегда рассказывается история. Вот из предисловия Вадима Левина вы узнаете, что с самого начала поэтического пути, значит, уже у Вишневецкой было то, что отсутствует очень-очень многих поэтов, сильных другими достоинствами, да. Вот, за окном метет метель, падают снежинки. Я хочу нарисовать это на картинке. Это великолепно. За этим слышится детский голос. И это, конечно, детские стихи, которые, значит, Марина принесла в детскую литературную студию. Они уже показывают, кто перед нами. А перед нами великолепный совершенно поэт. Ну, это вот только, кажется, только, значит, просто, да. Изо всех на свете игр догонялки любит тигр. А бедные козлятки предпочитают прятки. Совершенно здорово. Цапля, цапля, ну-ка цапни. Расхрабрился лягушонок. Цапну, когда стану цаплей. А пока что я цапленок. Вот. Вот прекрасное совершенно... Нет названия у речонки. Назовем ее зайчонком. Сможет речка прыгать вспять, кувыркаться и петлять. Нет названия у речушки. Назовем ее речушку чушкой. Будет в ней всегда-всегда только грязная вода. Нет уж, нет уж, лучше речку. Назовем-ка мы овечкой. Как кудряшке по спине побежит волна к волне. Это, понимаете, вот тут дело даже не в рифмах. И дело даже не в ритме. И дело даже не в образах. А дело в том, что это сказано таким языком, каким мы разучились думать. Мы где-то лет в пять разучились думать этим языком. Кто-то, кто счастливчик, сохранил это до момента, когда научился читать и писать. Когда освоил искусство общения со взрослыми людьми. Когда стал понимать, что хотят от него вот эти взрослые, которые постоянно к нему с чем-то пристают. Лет до семи-восьми. И вот эта чудесная совершенно в голове картинка, она очень сложно воплощается в образах и словах. И когда тому, кто умеет так сказать, тому, кто умеет так написать, рассказать, тому честь и хвала. Потому что это действительно воскрешает в тебе ребенка, когда такое читаешь. Сын спросил у мамы утки. Мама, кто такие сутки? И куда они летят? И вернутся ли назад? От побудки до побудки пролетают, тают сутки. Улетают в никуда, исчезают без следа. Так сказала мама утка. Сын спросил. А их малютки? Много ли у них сутят? Вместе ли они летят? Да, у суток есть малютки. Называют их минутки. Друг за дружкой подряд день и ночь они летят. Сын взволнован не на шутку. Мне хоть на одну минутку, хоть глазочком бы взглянуть. Что ж, внимательнее будь. Только что? Как? Неужели? Две минутки пролетели? Где? Когда? Да, да вот с тех пор, как ведем мы разговор. Это природа времени. Сложнейшая штука. Заметьте. Мама утка и утенок разговаривают о птицах. Вроде бы как бы летят сутки, значит, время летит и так далее. Но как на наших глазах метафора превращается в целую историю? С картинкой, с диалогом, с сюжетом. Да, это совершенно потрясающе, да? Ну вот. Сейчас. Найду еще. А, вот. Провокация. Провокация это великолепно. Это всегда нужно в детской поэзии. Итак, дети, вы хотите в дебри? В дебрях зубры, в дебрях вепри, в дебрях кобры, в дебрях выпи. Вы по-прежнему хотите? Ну, это же прекрасно, по-моему, да. А, вот это то, что цитирует Левин, да, в предисловии. Из рязани над резине в сызрань выехал разиня. За зарей взошла заря, сызрань ждет разиню зря. Наш разиня над резине дремлет под сосной в трясине. Это совершенно потрясающе. Это не просто человек рассеянный с улицы бассейной. Это звукопись настоящая. Настоящая музыка, сделанная из звуков. Такое, конечно, ну, такое, конечно, сложно. Здесь очень хитро все издано. Я не могу вам пролистать всю книжку, но поверьте мне, получите большое удовольствие, читая с ребенком эту книгу и так, и вот так, и вот так, и по кругу, и так далее. Здесь есть множество секретов и интереснейших вещей, которые обычно стараются избегать издателей, потому что гораздо проще. Картинка, текст, картинка, текст, картинка, ну, как все делают, да. Мать-змея, отец-змея, а вокруг детеныши. Что за дружная семья? Все какие-то змееныши. Совершенно прекрасно, да. Вот. Ну, и последнее, ладно, сейчас почитаю так. А, вот. Я батут, батут, батут. Я всегда покоюсь тут. Я покоюсь, беспокоюсь. Дети скоро ли придут? И затеют к утюрьму. В ней я мало что пойму. Но я точно буду счастлив, сам не знаю почему. Великолепно. От лица батута вот вся сущность этого снаряда, спортивно-развлекательного, показана вот в этом вот признании, да. Но я точно буду счастлив, сам не знаю почему. Как счастливы мы, когда глядим на играющих детей. Как счастлив любой взрослый, независимо от настроения и состояния его дел, когда он видит улыбку или смех ребенка слышит. Как счастливы мы, когда мы можем вернуться в детство хотя бы на несколько минут, когда читаем подобные стихи. Марина Вишневецкая. Кто такие сутки? Читайте, наслаждайтесь.